По данным Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков, с начала года в Солнечногорском районе было задержано 7 наркозбытчиков. Все они оказались иностранными гражданами. Из незаконного оборота в 2008 году изъято 3 килограмма 761 граммов. Из них героина 87 граммов, амфетамина 3 граммов, кустарно-изготовленные препараты эфедрина 2 грамма, каннабисная группа 3 килограмма 800 граммов, гашиш 9 граммов, ну и иные. Из сильнодействующих веществ более 80 граммов. В течение года в муниципальных образованиях района продолжались мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотиков несовершеннолетними. Несколько спортивных мероприятий, баскетбольные, футбольные матчи, проведенные экскурсии со старшеклассниками Андреевской и Лавровской средних школ, войсковую часть 4560 для ознакомления с основами военной службы. Также спортивные мероприятия между школьниками и военнослужащими. Солочногорский комитет по культуре и делам молодежи провел мониторинг среди служб и общественных организаций, занимающихся проведением семинаров на тему наркомании среди молодежи. По его итогам, для дальнейшего сотрудничества были выбраны Московский психологический центр возрождения и благотворительный фонд доверия. Участниками семинаров и акций являются школьники старших классов и студенты старших групп профессиональных лицеев. Средний возраст ребят 15-17 лет. Как показывает практика, дети в этом возрасте наиболее подвержены негативному влиянию улицы. Комиссия обсудила и другие вопросы. По итогам заседания отмечено возросшее взаимодействие силовых структур района в вопросах контроля наркоситуации. В результате увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с распространением наркотиков. Отдельные граждане и наркопритоны прекратили свою незаконную деятельность. Среди основных решений комиссии следующие. Главам муниципальных образований рекомендовано организовать информирование силовых структур о фактах незаконного употребления и распространения наркотиков, а также начать работу по созданию так называемых зон наркобезопасности вокруг учебных заведений. А силовикам, в свою очередь, надлежит не допустить распространения и употребления наркотиков во время массовых новогодних мероприятий.